здравствуйте добрый день коллеги я уже видела некоторые посещают не первый раз мои семинары это очень приятно значит темы которые мы с вами и изучаем раскрываем дополняем они действительно актуальны а сегодняшняя тема актуальна для меня естественно и как для педагога почти с 30 летним стажем и как человека который выбрал однажды это научное направление в самом начале своей научной деятельности и сейчас это направление развивается мы много слышим об этом много знаем много читаем много очень литературы но к сожалению как только приступаешь к какому-то неизведанному уголку данной темы и понимаешь в общем то мы знаем еще очень и очень мало почему была выбрана мною эта тема как научная исследовательская ну прежде всего потому что вы знаете я врач-психиатр по образованию и к сожалению я сталкиваться начала еще в молодом достаточно возрасте придя на работу интерном я стала сталкиваться с не совсем понятными мне состояниями естественно потому что я была начинающим психиатром ну и потому что действительно это на некоторые вопросы не могли ответить даже мои взрослые коллеги и тогда это как-то заранилось в голову и когда я стала уже преподавать в моем арсенале появилась многочисленная аудитория которую я могу исследовать естественно что я занялась почему от чего и для чего дело в том что тема это естественно новая а стрессе мы с вами говорим со времен сырье и до него тоже эти были попытки но дело в том что определение стресса достаточно много а говорить мы будем об эмоциональном выгорании как а затянувшейся хронической стрессовой ситуации как вот ну вот и давайте разберем некоторые определения термина стресса потому что я люблю когда мы с вами общаемся в одном терминологическом поле для того чтобы понимать потому что вот это обывательское это стресс это стресс то это стресс ну что же она такой ну и наиболее такое основное определение это сильное неблагоприятное отрицательно влияющие на организм воздействия обратите внимание и неблагоприятное то есть она может быть как положительным так и отрицательным а иногда и даже затянувшиеся нейтральным но всегда это воздействие очень сильное и она отрицательно влияет на органы следующее сильная неблагоприятная для организма физиологическая или психологическая реакция на действия агрессора один и тот же агрессор для разных абсолютно людей и даже для одинаковых может быть по личностному типажу по возрасту по стажу по многим параметрам но оказывать она будет на это действие реагировать организм будет по-разному вот смотрите сильные как неблагоприятные так и благоприятные для организма реакции разного рода все хорошо все получается 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 но человек уходит 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 эмоционального горами и начинаются вот все те проявления которых немножко позже не специфические элементы физиологических или каких-либо понятно что физиологии это артериальное давление частота сердечных сокращений потливость сухость кожи колебания сахара колебания микроэлеметра в крови и психологические реакции слезливость плаксивость на оборот перевозбуждение излишне ангивалентно все что угодно но это реакции не специфически для данной экстремального воздействия которые как раз и есть воздействие есть реакция на это воздействие а реакция воздействия это как реакция воздействия это как раз те адаптационные механизмы которые или приспособить наш организм к этому воздействию к этому агрессору он может быть минимальный для другого человека а для вас конкретно он может послужить уже началом не просто формирование синдрома эмоционального горами но и началом психосоматических заболеваний серьезнейших одно из которых вы очень хорошо знаете гипертонической болезни следующие не специфические физиологические и психологические реакции возникающие при всяких реакциях организма китая сны в 1983 году сформулировал таким образом термин стресс на современном этапе ну и естественно что у нас об эмоционального горами не только сейчас говорят начали говорить это было 100 лет назад когда обратили внимание что люди которые работают с другими людьми то есть являются обслуживающим персоналом социальными работниками медицинскими работниками педагогами то есть тогда когда основная работа заключается во взаимодействии у них стали появляться различные неблагоприятные признаки физиологические психофизиологические ну и естественно что одна из родоначальниц исследования синдрома эмоционального горами кристина маслач она очень четко быстро точно структурировала синдром эмоционального выгорания эмоциональное выгорание это в целом тема а мы будем говорить с вами о тех четких потому что я все-таки врачами всегда нужен диагноз вот и будем говорить о диагнозе причем вы знаете меня немножко удивило когда на защите меня один из моих оппонентов спросил а кто придумал этот синдром эмоционального выгорания хотя на первой странице моего автореферата стояла что это относится к классификации между на международной классификации десятого они выдают конечный ток психосоматические проявления ну и основными составляющими синдрома она определила такие как националь первое эмоциональная истощенность что такое эмоциональная истощенность мы работаем я не буду вдаваться глубоко в то насколько трудно профессия насколько сейчас отношение к этой профессии мягко скажем не очень уважительное это сюда мы будем включать все то есть все что относится неблагоприятного это и тяжелые условия труда может действительно шахтер тоже физически трудно работает но эмоциональная вот эта отдача постоянная переполненные группы детских садов напряжение эмоциональное давление по поводу различных экзаменов начиная с четвертого класса это оценочная система которая не всегда адекватно выдает оценку потому что но ребенок действительно перенапряжен тоже все это сказывается на родителях родители возвращают учителя получается тяжелейший замкнутый круг ну зарплаты наши с они желают конечно оставляют желать лучшего но все вот это вместе эмоциональная истощенность и когда вот это постоянное давление а может быть и не давление может быть у вас и все хорошо получается но этого много вы элементарно не успеваете отдыхать я 17 лет параллельно работаю в школе педагогом психологом 17 я за 17 лет увидела своих педагогов от начальной школы когда они пришли сами как начальную в начальную школу учиться и уже до тех времен когда мы уже стали выходить на пенсию я вам могу сказать что действительно у многих учителей нет не благоприятных ситуаций они перегружены именно положительными эмоциями а раз они перегружены положительными эмоциями они хотят отдать еще больше но эмоциональный эмоциональный фон это физиология это не только что мы улыбнулись не только у нас хорошее настроение но ведь наши тоже все механизмы серитониновый дофаминовый допаминовый какие вы хотите вся физиология вся химия вся биохимия она истощается поэтому вроде бы все хорошо но физически человек трудится чрезмерно он вроде бы как и отдыхает не забывать есть так очень хороший синдром синдром хронической усталости о которых сожалению в россии мы говорим очень мало во всем мире это серьезнейшие заболевания из которого выходить бывает очень сложно и психосоматически и с помощью психо психолога психотерапевта сложно поэтому встречает на нас наступает а постоянно усталость от работы чем она может проявляться сонливости или наоборот человек вроде бы и спит мало а спать не хочет хорошо это ли плохо не очень хорошо потому что существует физиологические часы которые позволяют нам отдыхать отключается дыхание наполовину сердечно-сосудистой системы устраняется из общего цикла и поддерживает только головной мозг и сама саму себя чистота сердечных сокращений падает иногда до 40 фаза глубокого сна артериальное давление нет необходимости его держать поэтому артериальное давление 80 на 40 это тогда когда сон будет синхронизирован с той нагрузкой который человек в течение дня получил что же получается у нас вот задайте себе вопрос ответьте сразу во сколько часов вы ложитесь спать поздно а некоторые рано потому что уже нет сил но большинство из вас ложится поздно во сколько вы встаете и опять я за вас отвечу рано хотя иногда вы даже можете лишнего поспать но вот это не нерв не в рост не про невротическое вот это дисбаланс он позвать заставляет вас просыпаться потому что появляется тревога тревога опасность надо бежать надо что-то делать ой я тетрадки недопроверила просто татьяна человек с которым я работаю много лет я поражаюсь ее работоспособности но у меня такое ощущение что она работает все время потому что я ухожу она еще там если я вторую смену я прихожу татьяна я понял но уже на месте а отдыхать она не старает но она выбрала другой путь она уезжает отдыхать то есть это вот такая психологическая защита он выработался и два раза в год она все-таки вырывается на отдых полностью меняя место на каждую ну и что происходит от постоянной усталости от работы когда мы устали ничего не хочется ничего не можете да ничего не буду делать чувство приглушенности притупленности собственных эмоций связанных со всеми абсолютно домашними какими-то положительными эмоциями в этот момент даже иногда не хочется посмотреть хороший фильм хотя он раньше возбуждал возбуждал улыбку или наоборот слезы я я все буду говорить что это как отрицательные так и положительные эмоции они должны быть уравновешены закон сохранения энергии а эмоции это энергия физиологическая психофизиологическая химическая электромагнитная и так далее ну и если эмоции они начинают накапливаться чаще конечно в данном случае отрицательные эмоции вот здесь и может появиться неконтролируемые вспышки гнева раздражительность раздражение и гнев это секунды а гнев это не это подкорка кора перестает существовать что в этом в этот момент но может мы кричим можем что-то бросить естественно что эта реакция достаточно быстро потому что мы все-таки люди контролирующие себя она проходит эта реакция но осадок остается доложили в копилочку мои эмоции те которые вызовут у нас следующий раз так уже не очень адекватные эмоции следующее я они вот эти то что мы сейчас с вами обговариваем это во многом вылилось потом в диагностику то есть была создана бойко методика которая позволила очень четко определить выраженность этих отрицательных явлений ну и следующее деперсонализация ну то что проще назвать цинизм мы становимся циниками вот про врачи говорят мы сейчас говорим про учителей но вообще это врачи учителя социальные работники все то что то что очень много сейчас в современном мире несмотря на интернет и так далее мы все равно общаемся живут смотрите что происходит ну давайте так наверное я думаю что человек по статистике тоже диссертации две написаны и по статистике все-таки профессию выбирали мы с вами по душе от души и по призванию большая часть из нас с вами процентов 70 это люди пришедшие педагогику по призванию и некоторые нас совершенно не понимают что мы до сих пор здесь делаем а делаем ну то что нам необходимо делать для чего мы собственно наверное пришли сюда и смотрите кто является объектом нашей деятельности другой человек другой человек он приятный неприятный он глупый не очень умный он веселый он злой он зациклен на себе он абсолютно не имеет возможности эмпатии и естественно что отстраняясь от такого человека мы делаем эти контакты хотя наши контакты должны быть очень тесными очень добрыми понимающими друг другу мы сформализуем эти контакты но мы сделали что-то конкретное и все мы си мы же сделали конкретное что-то мы отвели урок мы прочитали лекцию мы провели лабораторную работу но дело в том что здесь вот и начинается вот это все как лучики многочисленные и они вот помните детстве мы брали увеличительное стекло и поджигали какую-то бумажку от солнечных лучей приблизительно тоже получается и чем больше вот этих стеклышек молоко в себя собираем и фокусируем их на солнце тем быстрее будет возгорание черствость цинизм они будут проявляться да но здесь вот это в большей степени связанного с личностными особенностями если человек изначально личность такая жесткая достаточно то у него скорее всего проявится вот этот симптом по статистике вот этот симптом проявляется достаточно редко даже при сформировавшийся синдроме эмоционального выгорания то есть для педагогов это не характерно но в любом случае будем очень добрыми очень ласковыми милосердными по головке погладить обнять поцеловать успокоить поплакать вместе чтобы ребенку прежде всего стало лучше ну и естественно что негативное отношение формируется к субъектам образовательного процесса но в большей степени все-таки коллеги работают достаточно дружно я вот эти все данные это не голословно это действительно серьезное исследование больше полутора исследований субъектов вошло в мою диссертацию первое поэтому это действительно просчитано скоррелировано и выявлено определенные сэкономерности прежде всего конечно к такому субъекту образовательного процесса как родить потому что родитель настолько бывает безграмотен настолько жесток групп циничен мы субъекты и не мы ему отдаем то есть не мы проявляем вот эти как синдром эмоционального горы а он нам проецирует эти что вызывает зачастую очень серьезную обиду нельзя забывать что мы тоже с вами люди что у нас тоже есть эмоции что у нас есть какие-то планы мы мы знаем что мы делаем и где мы делаем неправильно а если мы делаем правильно если мы делаем все это хорошо мутку дата убежала она все вышла по себя сама семья не увидела куда-то убежал авторизация вот естественно что здесь учитель пришел я была так как я или являлась психологом очень многие ситуации мы естественно старались различить сразу же и вот это грубейшее циничное отношение родителя с утра когда он приводит своего малю малыша педагогу особенно детских садов орет хамит грубит оскорбляет педагога который остается на целый день с этим маленьким малышом который только что пришел в детский сад или первокласска и выоравшись выговорившись обхамив всех мама уходит на работу совершенно не понимая что остается и и ребенок здесь все это естественно что деперсонализирует человека и педагога и педагог от начинает отодвигаться следующий момент посмотрите вот он вам Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, давайте проявим терпение. Сейчас спикер вернется в эфир. Что-то произошло, видимо, с интернетом у нее. Подождем несколько минут, и она снова появится. Я думаю, что это произойдет в ближайшие несколько минут. Давайте подождем. Продолжение следует... А пока Ольги Генриховне нет, давайте я вам объясню, как скачать презентацию. Были вопросы, как скачать презентацию. Посмотрите, пожалуйста. Следите, пожалуйста, за стрелочкой. Я нарисовал стрелочку наверх. Наверху, в правом верхнем углу, вы видите несколько кнопок. Среди этих кнопок есть кнопка с изображением серой папки. Нажимая на эту кнопку, вы откроете... Справа от презентации откроется окошко ресурсов. Ольга Генриховна, я воспользовался паузой, чтобы объяснить. Да, сейчас одну минутку. Откроется окошко ресурсы. И в этом окошке рядом со списком ссылок и презентаций одна, собственно, презентация с зеленой кнопочкой слева. Вот нажимая на эту зеленую кнопку, вы можете скачать презентацию, если вы находитесь на большом компьютере. На гаджете это, к сожалению, сделать нельзя, только на большом компьютере. Все, я передаю снова слово Ольге Генриховне и ухожу в чат. А так как я, сами понимаете, немножко отключилась и не увидела. Я еще хочу сказать, что вопросы, пожалуйста, по ходу задавайте. Конкретные только, пожалуйста, желательно. Я просматриваю периодический чат, вопросы, и буду отвечать на то, что вас интересует. Ну и, естественно, что вот эти формализованные, циничные отношения, они приводят к тому, что субъекты образовательного процесса вступают в конфликтные ситуации. Еще раз повторяю, в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, этим человеком, который будет вызывать вот это все, будет являться родитель. Так, значит, следующее нам нужно с вами. Следующее, получается, у нас рассмотрим следующую группу составляющих синдрома. Это редукция профессиональных достижений. И вот, к сожалению, редукция профессиональных достижений – это та часть синдрома эмоционального выгорания, которая формируется у 100% педагогов. Выраженность различная, на различные этапы проходят формирование, но, тем не менее, каждый из педагогов проходит вот это. Что это такое? Занижение профессиональных успехов, потому что человек осознает, педагог, что он делает много, а ему говорят, ох, у вас мало, в олимпиадах мало участвовали. Он говорит, подождите, у меня же не олимпиады, у меня еще уроки, у меня текущий учебный процесс, и мне нужно ребенка научить основам основ. Олимпиады – это дети одаренные, дети с особенностями, какими-то способностями. Нет, мало занимаетесь. Человека принизили. Случайно, намеренно, по-разному. Возникает чувство собственной некомпетентности. Ну, давайте вот так вот, вроде бы как-то мы и компетентны в своей сфере, но иногда сталкиваемся с тем, с чем-то новым, иногда достаточно глупым, я называю своими именами вещи, когда действительно понимаешь, или ты глуп, или тот, кто тебе прислал глуп. Вроде тот, кто тебе прислал, он сидит там выше, и вроде бы он должен все это делать, а ты не понимаешь, для чего тебе это нужно делать. Потому что это действительно глупо. Ну, естественно, что все мы, особенно мое поколение, мы уже пишем реализацию своих планов, то есть что мы наметили, что мы сделали. И для нас это достаточно уже важно, чего мы достигли. А достигли мы определенных, естественно, профессиональных. Мы не говорим про семью пока еще. Это попозже чуть-чуть. Пока мы говорим о профессии. Дальше. Уменьшение ценности своей деятельности. И я всегда говорю педагогам, когда приходят ко мне на консультации, я говорю, так, девочки, вы, может быть, не обаятельные, может быть, не привлекательные, фильм тут ни при чем, но то, что вы отработали 10, 15, 20 лет, вы встречаете своих учеников на улице, и они бегут к вам навстречу, потому что они очень по вам соскучились. Извините, почему вы недовольны собой? Дети ведь разные, кто-то стал очень умным, кто-то стал просто обычным, среднестатистическим. Ну, естественно, что восприятие профессионально среднее. Зачем я выбрал? Почему я сюда пришла? Почему не могла бы пойти в другое место? Там было бы попроще, там было бы поинтереснее, там бы зарплата была побольше. Во всяком случае. Ну и чувство вины, вот это я говорю, что мне очень часто приходится во время консультации внушать клиенту, что, извините, вашей вины в этом нет. Кстати, переубедить бывает достаточно сложно. Дальше. Самооценка личностная, профессиональная, естественно, она базируется и на самом ощущениях, и на самом восприятии, ну и, естественно, большая часть на восприятии тебя другими людьми. Появление чувства собственной несостоятельности, ну и вот здесь формировалось, безразличие к работе. Безразличный человек может продуктивно работать? Ну, сложновато. Ну вот и давайте, смотрите, внешние факторы, которые будут провоцировать синдром эмоционального выгорания. А вот здесь начинается очень интересная часть моих исследований, которые иногда просто захватывают меня, и я начинаю, ну, думать, почему, как так может быть. А что же тут интересного? Иногда, когда консультируешь взрослых педагогов, возрастных уже, человек уважаемый, ну, безмерно абсолютно, человек действительно очень профессиональный, но, казалось бы, все равно и нагрузки большие, ну, должно же что-то быть. А у человека вообще отсутствует эмоциональное выгорание. Ну, это не отсутствие эмоционального выгорания. Это очень грубая психологическая защита от окружения. То есть вот то, что и называется-то профессиональная деформация. И человек с этой профессиональной деформацией практически с нулями по всем признакам синдрома эмоционального выгорания, он профессионально изменен. Плохо или хорошо? Ну, не очень, конечно, хорошо, когда есть личностные, не очень правильные особенности, особенности характера, особенности реагирования у данного педагога. Ну, и смотрите внешние признаки, факторы. Хроническая напряженная эмоциональная деятельность. Она у нас 100% с вами, если не 200%. Дестабилизирующая организация деятельности. Ну, и улыбнитесь, когда я вам сейчас скажу, что утром вы приходите, вам говорят, что через 15 минут вам нужно какую-то очередную справку, которой до сих пор не было выдать. А через 25 минут оказывается, что эта справка уже не нужна. А 20 минут назад нужна была другая справка. Наверное, вы сталкивались с этим и не один раз. Дальше. Повышенная ответственность за исполняемые функции операции. Ну, по сути дела, учитель, ответственный педагог начальной школы и особенно малышня, это что? Не ударился, синяка нету, покушал, попил, сходил в туалет, правильно все положил. И вот все вот это из этих мелочей, за все это вы ответственны. Почему вы ему поставили двойку? Потому что он не сделал домашнее задание. А почему вы не проверили, что он записал домашнее задание? Не один раз вы это слышали. Вы ответственны не мама с папой, которые должны привести с определенным набором предучебных и учебных навыков, а вы должны были проверить 25 дневников на каждом уроке. Нет, это вы ответственны. Ребенок в детском саду, никаких претензий к ребенку не было в детском саду. Вот он пришел, и вы его испортили. За месяц. Вот он такой спокойный, ни с кем не дерется. Я привела его в детский садик, он дерется. Зачем вы его в спальне закрыли? Ну я его закрыла в спальне для того, чтобы он успокоился немножко. Вот еще раз вы туда его закроете, я вас подшу тогда. А воспитатель-то делает абсолютно правильно. Она закрыла ребеночка в тихой комнате, видит его за стеклом, что он там спокойно успокаивается. А мама пошла, оказывается, и подсмотрела, и решила, что ее ребенка наказали. А ребенок-то через пять минут успокоился уже. Реально, правильно. Ну и естественно, что профессиональная, психологическая атмосфера. Ну я вот, мне как-то повезло в жизни. У меня всегда коллектив был очень хороший. И я благодарна моим коллегам, которые окружали меня многие годы, потому что как-то таких вот глобальных конфликтов, каких-то неприязненных отношений было очень мало. И вот таких глобальных конфликтов чаще я решала между родителями, администрацией и, естественно, что учителями. Но еще раз говорю, мне как-то везло, что психологическая атмосфера во главе с директором она была очень и очень благоприятной. Да, потом могли быть разборки очень серьезные в каких-то ситуации, но при родителях вся команда вела себя правильно, одинаково. Ну, ни в чем может заключаться неблагоприятная, неблагополучная психологическая атмосфера. Ну вот еще раз говорю, большие нагрузки в плане выполнения каких-то дополнительных, общественных. Когда администрация не поддерживает коллегу в конфликте в каком-то, когда позволяют ученику, не обязательно старшекласснику, очень грубо разговаривать с учителем. Когда приходят родители и, сидя в кабинете у директора, история абсолютно нормальная. И родительница нецензурно выражается в отношении классного руководителя и в плане ее профессиональной компетенции, и в плане ее красоты юной и всего-всего прочего. А когда уже вопросов знаний мы даже не могли говорить, мы рта раскрывать не успевали. Она сказала, что сегодня кто-нибудь у меня по морде получит. То есть, естественно, что когда администрация поддержала, естественно, педагога, посоветовали успокоить, или сейчас будет вызвана полиция элементарно за оскорбление, мама как-то промолчала, и ребенка, слава богу, через месяц она забрала, потому что она провоцировала постоянные конфликты. Ну и трудный контингент, с которыми имеет дело профессионал. Но здесь говорить конкретно контингент сложно, ребятишек, детей, родителей. Это зависит от того, ну сколько их, как много, как все это проявляется. Потому что это могут быть дети-инвалиды, например, школа для глухих и слабослышащих 100 детей, и все они инвалиды, и все они с девятным поведением, и все они с задержкой психического развития. Все, конечно, мы понимаем, что это дети, но поставленные судьбой вот в такие условия, которые не позволяют расслеваться, хотя у них все в порядке, кроме слуха. Это детки слепые, это детки с задержкой психического развития, слабоумные дети. И, конечно, ну, понимаете, например, школа для умственно отсталых детей, педагоги великолепные, но они не могут реализовать себя с этими детьми. И тем не менее они находят возможности, какие-то формы, и дети у них участвуют. Дети глухие, они жестовые пения, они что-то делают. То есть это зависит, конечно, будет от педагога и опять от коллектива. Так, следующее. Ну и внутри, что внутри нас такое сидит, что мешает нам защищаться правильно? Потому что если мы не защищаемся, мы формируем синдром эмоционального выгорания. А защищаться мы должны как физиологически, так психофизиологически, эмоционально. То есть мы должны защищаться, выработать вот эту форму. Ну, смотрите, склонность к эмоциональной ригидности, то есть застревание на определенных эмоциях. Вообще педагоги, они разноэмоциональные. Ну, бывают такие, застрял на этой эмоции, вот обидчивость возникла. Застрял на какой-то другой эмоции, раздражительность в отношении ребенка. И говоришь, коллега, ну ему 7 лет. Ну, отцакройся ты, ребенок. Он не понимает. Ты можешь его просто подойти и погладить по головке? Еще я его буду гладить по головке, он тут орет на меня, а я еще. Ему 7 лет. У него нет контроля поведения, нет контроля эмоций. А у человека вот особенности эмоционального реагирования такие. Интенсивное восприятие и переживание обстоятельств профессиональной жизни. И вот тут я для себя однажды выработала очень хорошую формулу. Она мне помогла. У него синдром эмоционального выгорания, я раз в полгода себя проверяю. У меня очень серьезные бывали проблемы выгорания, именно выгорания. Я выработала для себя такую формулировку. Если я тогда счастлива во всем, когда я с удовольствием иду на работу утром, и с таким же удовольствием я иду домой, мне удается эту формулу пока использовать. Ну, обстоятельства профессиональной жизни, ну, есть очень много простейших, самых простых методов защиты, физиологической. Нам нужно, прежде всего, физиологически защититься с вами. Закройте глаза, досчитайте до 20, до 50. Это не шутки. Мы проверяли. Я вам говорю не просто на словах, не просто по тестированию психологического. Дело в том, что тема моей диссертации, вообще исследованием у него многолетнего, 20-летнего, это исследование биоэлектрической активности мозга при формировании синдрома эмоционального выгорания. То есть я являюсь специалистом в электроэнцефалографических исследованиях. И у всех обследуемых была проведена многоканальная электроэнцефалограмма с различными нагрузками, с различными подсчетами, коррелированиями и так далее. То есть это действительно так. Поэтому обстоятельства 50 минут, ну, 50 секунд пусть вас составят. А за это время вот эта буля химическая, которая сорвала ваш организм, она будет стабилизироваться. Потому что любая химическая реакция – это реакция миллисекунд. Электромагнитное поле, которое биоэлектрическая активность взорвала ваш мозг на эти доли секунды, она тоже за эти доли секунды будет успокаиваться. И вот эти пики на электроэнцефалограмме, они действительно снижаются. Следующее. Мотивация, эмоциональная отдача профессиональной деятельности. Но, к сожалению, это вот та часть людей, педагогов, которые пришли, потому что некуда было, может быть, пойти, может быть, ошиблись. Профессии. Ну, вот у них нет эмоциональной отдачи. Не хотят они эмоции свои проявлять, не хотят они с ребятишками попрыгать, побегать. Ну, не хотят. Это не их вина и не их беда. Это особенности. Ну, и нравственные дефекты и дезориентация личности. К счастью, таких практически нет. Это казуистические случаи. К сожалению, я встречалась с такими людьми. Но это тысячные нули процента, буквально. Ну, и вот факторы, вы потом посмотрите, здесь очень четко, здесь они также перечислены. Вот эта табличка, она, собственно говоря, квинтэссенция вот этих всех исследований, потому что статейного материала, даже монографии, их достаточно много. Ну, и вот я просто сидела, и вот посмотрите, личностные факторы, ситуативные требования к личности педагога и профессиональные требования. Ну, и, собственно говоря, вот синдром эмоционального горы, но у нас еще время есть, то, как он формируется применительно, ну, не только СЭФ, конечно, мы изучали адаптационный синдром, мой десертант защищался, он по профессиональному выгоранию сотрудников полиции, и все, в общем-то, действительно синхронно подтверждается и действительно имеет закономерности. Ну, вот смотрите, три фазы, да? Первая фаза – напряжение, резистенция и истощение, или эмоциональное выгорание. Ну, об эмоциональном выгорании, что все симптомы сформированы, мы с вами говорить не можем, потому что иногда бывает сформированность фазы напряжения, и это уже очень серьезно. А иногда бывает все, ну, достаточно спокойно симптомы сформированы, но истощение выраженнейшее, уже вот эта третья фаза, она сформирована. Ну, вот смотрите, первое – напрягаемся, что-то нам не ладно, что-то нам не нравится. Ну, удовлетворенность, тревога, он настроение снижается и психотравмирующая ситуация. Вот почему директор на меня сегодня на оперативке громко сказал мне, что я такого сделала неправильно, и все. А если еще это ригидность эмоциональная, вот и застрял человек на этом. И это уже плохо. Резистенция. Вот то, о чем мы говорили, неадекватное эмоциональное реагирование, дезориентация, ой, пусть сидят, делают, что хотят, и даже не будут реагировать, сегодня день будет сидеть, все равно они ничего не хотят знать. Вот это уже циничное такое выражение. Ну, в нашей голове, естественно. Вот. И расширение сферы экономии эмоций. Не буду я на них реагировать. Ну, бегают и бегают, ну, прыгают и прыгают, ну, орут, ну, и орут. Тоже нехорошо. Я отстраняюсь от этого всего. А в момент отстранения я не вижу то, что я должна увидеть, как учитель. Обязательно. Ну, и третье, вот возникает эмоциональный дефицит, когда эмоции, они закончились. Их мало. Их уже даже экономить невозможно, потому что их нет. И вот тут, посмотрите, эмоциональная отстраненность, а вот следующее, личная отстраненность. И вот это один из самых главных симптомов профессиональной деформации. Профессиональная деформация формируется на любом педагогическом этапе. Независимо. Два года, три года, пять лет, двадцать человек работает. Не имеет значения. Ну, и последний симптом – это психосоматические и психовегитативные нарушения. Ясленная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, эрозивные гастриты, полипы желудка двенадцатиперстной кишки, бронхиты тяжелейшие, бронхиальная астма, гипо- или гипертоническая болезнь – это все последствия вот этих симптомов. Когда они накапливаются, и химический котел начинает засасывать в себя непонятно какие химические элементы. А физическая активность нашего тела начинает диссоциироваться, то есть по-разному реагирует. И это взаимосвязано. Ну, вот психоэмоциональные, психофизиологические симптомы эмоционального горания – усталость, истощение. Вот то, что я вам говорила, да, начинает быстрая бессонница или долгое засыпание. Это астенизация. И вот смотрите, астенизация, а здесь уже ухудшение биохимии крови и гормональных показателей. То есть затронули мы уже наши глубинные такие структуры, которые очень легко разбалансировать, но сбалансировать снова еще тяжелее. Заторможенное сонливое состояние желания спать. Одышка. Нарушение дыхания. Любая эмоциональная нагрузка, человек начинает испытывать удушье. Реальное удушье, потому что альвеолы начинают спазмироваться. Спазмированная альвеолы – это тонко спазм в последующем, ну и развитие вот этой сонобронфиальной астмы. Сенсорная чувствительность. Ухудшение зрения, слуха, обоняние, осезание, потеря внутренних телесных ощущений. Я непонятно где и кто я тоже не совсем понимаю. Социально-психологические симптомы. Скука, поздражительность, срывы, уход в себя. Вот видите, срывы, гнев, уход в себя. После 40 лет гормональные серьезные происходят изменения. Не нарушения, нет, изменения. Но есть один очень тяжелый диагноз психиатрический, называется депрессия. Причем депрессия возрастная, инвалюционная. К сожалению, я видела уход из жизни таких людей. Причем не в результате суицидальных каких-то попыток. Она была больная, и у нее сначала была ситуация, ситуационная депрессия. Муж погиб. Ну, внезапно попал под машину и умер. А через год мы ее потеряли, физически потеряли. Мы ничего не смогли сделать. Там уже развился серьезный бред. И за этот год она потеряла 80 килограммов. И умирала она от поля органной недостаточности, нарастающей постоянно. Ей было 42 года. То есть это очень серьезно. Наслоилось у нее это. Ну, и смотрите, опять же, постоянное переживание негативных эмоций. Чувствование, обиды, подозрительность и стыда. Второе заболевание. Инвалюционный параноид, инвалюционный бред. Человек вроде бы как и нормально рассуждает. Но он бредовый. Он живет в своих каких-то сверхценных идеях. Ему очень тяжело, он очень боле. Причем лечение, да, оно есть. Но человек практически постоянно находится под наблюдением психиатра. И это очень и очень дело. Потому что у меня коллега одна, ну, удалось ее, ну, в буквальном смысле, вывести из депрессивного состояния. Даже звучали уже суицидальные мысли серьезные. Там ситуация была такая разная. Но, по счастью, все-таки она согласилась в больницу. Она пролежала. Полгода еще пила таблетки. И, слава богу, она уже еще 15 лет радует и учит. И потрясающий просто человек. И раз возврата к этому не было ни разу. То есть она очень серьезно к этому отнеслась и испугалась. Поняла, что так делать нельзя. Следующее. Ну, гиперответственность. Справлюсь, не справлюсь. Установка то, что у меня все равно ничего не получится. Бесполезно и так далее. Поведенческие. Ну, смотрите, да. Ну, что из этого? Посмотрите, посмотрите, что такое не очень хорошее. Ну, во-первых, это изменение рабочего режима. То есть устранение от работы. Это не лень. Это не лень. Это невозможность. Человек не может справляться с собой. Дальше. Если это руководитель, он начинает или терроризировать вот такими решениями, которые я вам говорила, да. Сейчас одну справку, через полчаса другую справку. И дело в том, что пытается придумывать какие-то причины, формулируя, за что он наказал или за что он не наказал. Хотя, в принципе, ситуация вообще непонятна. Сама ситуация непонятна, потому что руководитель создал ее вот именно как сверхценную собственную идею. А как ее реализовать, он, честно говоря, не знает. Ну, и бесполезность, неверие и так далее. То есть вот это тоже действительно здесь. Безразличие к результатам и так далее. Ну, вы все сталкиваетесь. Сделали они у нас хорошо. Какие мы счастливые, да. Произнес вот я работаю с глухими сейчас, с слабослышащими детьми. Мы поняли друг друга. Вы понимаете, поняли без помощи кого-либо. Мы не переводчика не позвали, ни на бумажке не написали. Мы поняли друг друга. Мы такие счастливые. Потому что я сейчас здесь, я тоже все это изучаю с нуля. Потому что я работала постоянно со слабослышащими детьми. А тут и получилось так, что их у меня 104 человека. И действительно это дает такой стимул для дальнейшей работы. Такой стимул для того, чтобы помочь этому ребенку. И такой стимул поговорить с этим ребенком, чтобы он рассказал тебе что-то. Ну, это естественно. А когда вот этого нет, ну, ребенок, который, особенно ребенок с ОВЗ, зона ближайшего развития которого только зависит от взрослого человека, он чего-то не лишится. Что-то недополучит. И только потому, что я видеть или не захотела. А не захотела я не потому, что я плохая. А потому, что вот у меня истощение так появилось. Ну и важные приоритетные задачи. Когда вместо приоритетной задачи выбирается задача упрощенная, которую педагог понимает и делает. Мы сейчас с вами не дифференцируем ни по возрасту, ни по выраженности эмоционального горания, ни по стаже. Я вот эту презентацию подготовила именно в целом. Потому что там много особенностей еще дополнительных. Ну и критичность, некритичность, критичность по-разному бывает. Или критично относятся или нет. Ну и методика выгорания бойко. Это вот как раз выяснение. Она позволяет определить выраженность трех фаз. Фаза напряжения, фаза резистенции, фаза истощения. И в каждой из этой фаз по четыре симптома. Вот фаза напряжения, симптом переживания, психотравмирующие подстоятельства, симптом неудовлетворенности с собой, симптом загнанности в клетку и симптом тревоги и депрессии. Очень хорошая методика. Но я сегодня ее не стала брать, потому что мне бы хотелось, конечно... Но у нас еще тема в этом же плане есть. Я подготовлю так, чтобы мы с вами тут же определили все. Потому что сама методика достаточно быстро проводится. И я сделала специальный шаблон, который позволяет очень быстро высчитать. И я вам покажу, как вот эти симптомы смотреть, особенно психологи, потому что психологическая все-таки профилактика в большей степени. Как приоритеты профилактические определять в связи с этим. Ну вот фаза резистенции. Я считаю вот эту фазу наиболее неблагоприятной. Потому что статистика, не статистика, не только моя, а моих коллег, она позволяет это утверждать. Ну и фаза истощения, эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, деперсонализация. То есть я непонятно, что за персона, непонятно, педагог или я просто здесь как-то мимо шла. Не совсем я понимаю, кто я. Ну и симптом психосоматических и психовегетативных нарушений. Ну и немножечко о стратегии, потому что время у нас еще есть. Ну прежде всего, конечно, это стратегии. В каждом конкретном случае. Диагностику мы можем провести с вами и должны проводить два раза в год в коллективе. Но потом начинается у вас уже индивидуальная работа, расшифровка, интерпретация и определение, что же с этим педагогом лучше сделать, чтобы ему стало легче. Это очень тяжелое состояние. Очень тяжелое. Физиологически и психически это тоже очень тяжело. Ну вот смотрите. Психофизиологическая, психологическая и медицинская диагностика. Психофизиологическая диагностика. Мы предложили целый пакет. Здесь я ее тоже не представляю. Это исследование альфа и бета ритмов в различных отведениях, в различных частотных диапазонах. И действительно мы выявили определенные изменения, существенные изменения альфа ритмов. Там они уже и от стажа зависят, и от возраста зависят, и от личностных особенностей, потому что мы проводили исследования, и личностных особенностей, то есть наличие психопатических состояний, и, ну, прежде всего, это, конечно, акцентуация операций. Психологическая диагностика, ну, это, прежде всего, диагноз, методика исследования Бойко, диагностика исследования эмоционального выгорания, она очень простая. Действительно, 104 вопроса, она действительно очень быстро подсчитывается, я думаю, что мы это с вами обязательно сделаем. Ну, а медицинская диагностика – это наличие тех или иных предвестников уже соматических заболеваний, есть или нет, потому что наличие каких-то медицинских диагнозов может привести к серьезным эмоциональным диагнозам. Ну, и снятие психоэмоционального напряжения, улучшение здоровья самочувствия педагогов, это и врачи занимаются, и, естественно, что психоэмоциональное напряжение, это можно коллективные какие-то делать, небольшие занятия в течение года, хотя бы раз в неделю. Ну, у меня было очень, и сейчас мне очень хорошо, у меня прекрасные кабинеты, которые можно использовать и как психофизиологическую разброску, что я и делаю, и учителя открываются потихонечку, приходят и с удовольствием, просто сидят. Это и подборка музыкальных каких-то произведений, это у нас и сенсорные элементы достаточно много, но каждый раз это нужно, конечно, подбирать, но какую-то усредненную программу можно раз в неделю проводить для любого, кто пришел к вам за вот это психоэмоциональное напряжение. Снижение негативных переживаний, трансформация и положительные эмоции. Это индивидуальная психологическая работа. Возможно, это работа с психотерапевтом, но мне легче, потому что я психотерапевт, и вы уже знаете о том, что я очень люблю арт-терапию. И арт-терапия дает мне потрясающие просто результаты, я ими очень горжусь. И действительно, в своей простоте это очень сложный метод и очень эффективный метод диагностики и метод, естественно, коррекции и профилактики. Ну, техники самоуправления, саморегуляции, эмоциональности их достаточно много. Их можно использовать как с психологической точки зрения, так и медицинские взять, это и регуляция дыхания, и регуляция движений, ну, еще все что угодно. Я люблю очень в этом направлении, я использую релаксацию по Якобсуну, то есть расслабление различных групп мышц, которые приводят, ну, потом, когда уже, естественно, что выработана вот эта вся рефлекторная дуга, позволяет очень быстро, когда мы уже, когда начинаем нервничать, ну, спихиваем, напрягаемся, и вот это позволяет в течение 3-10 секунд убрать вот это психомышечное напряжение и дальше уже человеку адекватно смотреть вокруг себя. Формирование потребностей здорового образа жизни и гармоничной профессиональной деятельности, ну, вот тут небольшое такое отклонение, я преподаю, предмет называется валеология. У первокрустников у всех потоковые лекции, потом лабораторная работа, я им показываю, насколько это все просто и насколько это все сложно. Ну, и когда первично у нас идет, не знаю, сколько у нас знаний, я спрашиваю, попросила написать, что такое здоровый образ жизни. Вот я вам, может быть, сейчас открою, что здоровый образ жизни – это умеренное употребление алкоголя. Это мне провещал 18-летний юноша, который сказал, да, я здоровый образ жизни веду, я употребляю мало алкоголя. Ну, в общем, иногда бывает действительно очень смешно, но не смешно. Ну, и, пожалуйста, вот видите, вот здесь при работе стоит учитывать, стоит учитывать влияние педагогического стажа на профессионального гармония. Дальше. Дальше. Необходимо информировать педагогов о том, что эмоционального гармония существует, оно не придумано вами, вы не симулируете, у вас не едет крыша, вам не нужно срочно бежать к психиатру, ложиться в психиатрическую больницу, не нужно, это есть. Надо разобраться, в каком состоянии сейчас находитесь вы. Когда начинаешь, смотришь, человек расслабляется, и тогда с ним можно уже говорить не с точки зрения психиатра, а с точки зрения человека, который может подсказать психологические методы профилактики. Ну, видите, повышение квалификации, и обязательно мои педагоги на все протяжение моей деятельности, они обязательно выслушивают, выслушивают их, слушают с удовольствием цикл лекций во всех нюансах формирования эмоционального здоровья. Ну, и я считаю, что некоторые моменты нам удавалось сглаживать и даже, в общем-то, практически ликвидировать. Ну, метод – это вот то же самое, вот то, что я вам говорила. Ну, вот смотрите, практические действия, что можно делать. Небольшая такая табличка. Ну, библиографию посмотрите, это прежде всего касается и всех нюансов исследований с научной точки зрения и практической точки зрения. Ну, во всяком случае, мы с коллегами идем в одном направлении. Не всегда, конечно, мы соглашаемся, не всегда я понимаю поверхностность, потому что это далеко не поверхностное, потому что, извините, мы выявляли такие серьезные нарушения со стороны электроэнцефалограммы, когда мы вынуждены были педагога отправлять к эпилептологу, потому что все явления на электроэнцефалограмме говорили о том, что у человека есть серьезный эпилептический синдром. По счастью, во всех трех случаях это не подтвердилось при пробах, то есть это была какая-то определенная ситуативная судорожная готовность, но, согласитесь, все-таки в молодом возрасте получить такой диагноз – это не очень хорошо и не очень правильно. Ну, и я говорила вам, что я… вот мои контакты, пожалуйста, телефон, я на связи и почта. Все материалы, которые есть, поверьте, у меня достаточно много. Я могу вам совершенно спокойно в любом количестве пересылать и методические рекомендации, и исследования какие-то, и методик, большой пакет методик как для детских садов, так и для школ, так и для взрослых людей. Ну, в сфере моей деятельности вы, наверное, поняли, что, в общем-то, это детский и подростковый в большей степени возраст. К сожалению, я вовлечена еще и в суицидальные вот эти все дела, потому что были дела, были ситуации, когда я выступала как эксперт посмертный уже в этих случаях. То есть, если я где-то смогу вам оказать помощь, я с удовольствием это сделаю. Вопросы, если у вас есть, у нас время небольшое есть. Вчера те вопросы выставить. Ну, что-то пока я не вижу. Очень хорошо. Вот видите, как приятно, Елена Константиновна. Мне не грозит. Это хорошо, это прекрасно. Значит, все условия, которые… Или вы создали эти условия вокруг себя сами, или у вас великолепная психологическая защита, потому что самое главное – это психологическая защита. Это отдельная тема разговора. Как только она у вас есть, значит, она у вас есть. Так, в общем, сейчас еще вопросы просмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...